В Одессе открылся ставший уже традиционным 11-й по счету фестиваль Котофест. Главный герой события это, конечно, коты, которые любят гулять сами по себе и которых так любят их владельцы. Впрочем, на открытии фестиваля собрались не только любители усатых-полосатых, но и те, кто с удовольствием откроет для себя удивительный мир котов и кошек. Как заявляют сами организаторы фестиваля, Котофест это ни много ни мало оккультовый атмосферный уикенд этого лета, где кот – символ творческой свободы. Два дня и две ночи с 6 по 8 августа проходили в атмосфере гармонии, счастья, творчества и свободы. Это были концерты, премьеры и презентации, показ новых фильмов, различные выставки, литературные вечера, лекции, творческие встречи. Сегодня в необычном таком варианте прозвучит Иоганн Себастьян Бах. Очень необычно прозвучит. Ну и, наверное, Рам Ильич Хачтурян. Тоже необычно. Наши хедлайнеры – Чеширс, легендарные пластилиновые ноги. Наши гости из Киева или вообще, как они себя сами позиционируют, люди мира – это международный проект Black Mallorca. У них, кстати, после нашего фестиваля будет тур по Европе сразу же. Они уезжают в Германию, Лейцик, Берлин. Достаточно уровневый проект. И мы рады, что к нам уже обращаются такие хорошие группы. Помимо новых знакомств, впечатлений на фестивале можно было приобрести. Кого бы вы думали, символ самого мероприятия – кошек. В основном хендмейд работ – плюшевых, причудливо вышитых. Самых-самых разных. Каждый год все больше привлекает туристов в наш город. Именно благодаря, я думаю, катафесту. Потому что кошка, как самый главный такой тотем одесский, поселилась здесь. И будет, я надеюсь, жить здесь очень-очень много лет. Рисую аквагрим, занимаюсь боди-артом, делаю макияж. Много всего интересного, но у меня кошачья душа, и я с удовольствием участвую в катафесте. Друзья и новые знакомства. Живая бесконечная история о настоящем, о вдохновении, о любви, о мечтах, об искренности, о крышах, о море, о жизни и, конечно же, о кошках. Это все одесский катафест. Не первый и наверняка не последний.